доброго времени суток уважаемые слушатели youtube канала светлана новая мы рады вас приветствовать я максим самсонов ведущий передачи весь мир на моей стороне и с удовольствием приветствую нашего мастера светлана владимировна новая мастер развития и совершенства человека на более высокий уровень осознанности наша великая мать до доброго времени суток дорогие милые люди я думаю куда может задвинули великую мать нет проект огромный и мы будем обязательно его включать просто может по срокам не так близко будет но по-любому мы его выпустим потому что он это архиважно для эволюции людей и для их поддержания потому что я думаю что каждый человек ощущает да где-то какими-то фибрами своей души ощущает какую-то непонятность и тревожность например в пространствах и в своем и в пространствах людей вот это симптоматика перехода такое знаете как будто напряжение и в то же время не понятность как это напряжение пережить или еще что то нет это самый натуральный переход на более высокие уровни те кто подготовил себя это более легко переносит те конечно люди которые не знают процесса бегут к врачам далее по тексту как я говорю и по программам которые они себе навешивают конечно такая жизнь она не будет казаться радушной и такой счастливой такая жизнь и она наверное скорее всего будет казаться тревожной и печальной даже с какой-то степени почему потому что внутренний мир это целое состояние и собрана там все что только можно о человеке и о прошлом человеками а прежним и о новом человеке и естественно о человеке который здесь и сейчас все одно момент и представьте вот такой маленький мир с такой вот маленькой как игру флешечкой а сколько он в себе открывает и вот светлана владимировна у нас весь мир на моей стороне да это же тема то да тема у нас все не про деньги вот вторая часть и как раз вот ну на тему перехода вот как быть предпринимателем вот в новое время просто такое ощущение как будто они в затишье ушли и ждут вот но каких-то более выгодных моментов может быть а их-то как таковых и для них нет вот как быть вот предпринимателем людям вот день как я говорю что что все что можно было все что можно было как объяснить купить уже куплено понимаете все что можно продать тоже уже продано вот а теперь осталось одно значит часть людей которые вот на самом деле в нашей стране держать дело это очень сложно потому что огромные налоги огромная огромная как вам сказать везде везде пожарники санэпидстанции везде очень огромные побор и естественно человек вроде как загорелся вроде как это единственное что точно предупреждаю что кредиты нельзя брать на дело потому что она ну просто может треснуть по швам именно благодаря тому что человек взял кредит вообще в россии очень сложно иметь дело если измениться законы они конечно должны поменяться все-таки более гуманией к людям хотя во время перехода кажется что гуманность куда-то ушла то есть потому что энергетическое падение у многих те которые раньше могли миллионы держать да то есть они чисто энергетически это спокойно делали то сегодня падение идет энергетическое у тех которые раньше мог держать большую сумму денег потому что это все-таки духовный потенциал человека я всегда буду об этом говорить не те люди которые исполнители по деньгам там со специальными разработками а те люди которые вот захотели открыть свое дело бизнес отличается от тела то есть бизнес голая нажива то есть это там написано слово бизнес это зарабатывание деньги любым путем понимаете а дело когда человек говорит это уже благородно это более духовное это более как вам сказать на другую стезю и очень сложно во время перехода делать делах ну так же как и бизнес почему даже бизнес наверно сложнее стало потому что вот это вот хапушенчество и любой ценой нажиться до несмотря вообще на например вы печете хлеб нет примеру последствия естественно могут быть очень плачевны кто печет хлеб или там творожки делает или еще что-то да только потому что туда вынужденные производители закладывать низкие сорта продуктов для того чтобы им выжать там не будут ни о какой гуманности идти разговор поэтому в основном дело держат люди которые как-то общественной организации там еще да те которые могут хоть как-то на плаву это и то что такое здесь на плаву здесь все зыбко очень вот если ваша вера стопроцентная и мощная то у вас все будет получаться любым способом потому что у нас самое главное залог этого дела это минус и плюс минус и плюс минус и плюс принять одинаково это высший пилотаж и основа любого процветания дела одинаково даже если вы где-то ошиблись вы все равно не позволите себе скажем колебать вашу веру вот ваша вера настолько насколько у вас любви к себе скажем так именно любовь ходит еще состояние вы знаете участие не будем перечислять но дело в том что любой оттенок искажения будет деформирует эту любовь представьте и нам приходится удерживать и в деле и в семье и везде где мы находимся придется удерживать баланс и кармане только в этом случае новые деньги и новое дело будет на плаву пока идет переход такой интенсивный потому что люди не в адеквате то есть они говорят мы вам позвоним через 15 минут 15 дней нужно для такого звонка или вот так вот не видят времени не для того что они специально это делать не видят времени не чувствуют его что она скоростное и другие режимы потом у кого у тех людей у которых все-таки они духовный потенциал низкий у них никогда не будет дело у них будет только бизнес вот поэтому бизнес вот такое качество низкой продуктов вот поэтому бизнес ведут эти дельцы люди которые не развиваются потому что в духовном мире свои законы понимаете которые нарушить невозможно если ты нарушит и отлично понимаешь что тебе придется отвечать только ответ этот будет гораздо быстрее происходить чем раньше было да вот многие не учитывают поэтому новое время до в одной из передач тоже как-то сказали по поводу вредного бизнеса то что это отягощает рот это карма и рот ну как бы да то есть негативная информация накладывается на рот а у тебя есть этого нет сейчас но просто вопрос в таком плане вот созрел сегодня ведь бывает же так что предприниматель он может как учитель то есть если даже он осознанно ведет вредный бизнес например там с алкоголем да или там надо он понимает то что на самом деле это причиняет примеру там боль до до страдания но он при этом осознанно может вести такой вид деятельности дабы как бы но под ну подвергать к опасности людям но как как учитель например это может быть такое в плане очень учителя не понимаю ну то есть вот он предприниматель ведет то есть я поняла торгует алкоголем торгует алкоголем да и и при этом понимает то что ну это полностью выбор человека то есть вот он если будет покупать это на его совести на его ноги так и думают оправдывая себя да те люди которые не осознанно и те люди которые осознанно они одинаково несут ответственность за все что они делают здесь на земле абсолютно перед собой перед своей семьей перед страной перед мир в целом конечно не каждый пойдет торговать духовные люди знают чем это чревато абсолютно и для себя и для своей семьи они никогда этого будут не будет делать те люди которые закрыто сознание им без разницы или могилу копать или травить людей или продавать наркотики. У них духовность низкая, они не отвечают за это. У них эволюция такая. То есть тот, кто более себя... Вернее, они отвечают, но они настолько в низких мирах, что это для них кажется нормой. Все, что для вас кажется чудовищным, то для них это кажется нормой. Потому что в низких мирах. Кому-то это надо делать. Да, но и тем не менее, как раз минус и плюс, это тоже одна из основных задач в высоких реальностях принять. И минусы и плюсы. И хорошая практика есть. Приношу великую любовь и благодарность за увеличение в себе способности принимать перемены в жизни, как со знаком минус, так со знаком плюс одинаково. С великой любовью, благодарностью и с радостью быть этому. Закрепляем. Просто я поймал себя тоже немножко на мысли. Чуть-чуть как будто опасение возникло. Я как будто создаю себе вот это вот и думаю, что ага, иначе сейчас может где-то какая-то минусовая ситуация произойти и будет смотреть на меня, как я ее приму. Такое может быть же, да? Нет, но если ты подумал и не отменил, она обязательно будет. Понятно, да. До тех пор, пока твоя вера не станет устойчивой. Очень сложно веру вырабатывать, когда идет переход. Потому что это энергетические уже дела и, естественно, пространство человека зыбкое. Сейчас идет переход именно на новые возможности для того, чтобы человек жил телепатически. Деньги тоже самое будут переходить на этот формат. Это достоверный факт. Мы должны к этому подготовиться. То есть как, это же в уме сидит и в привычке, как можно без денег жить. Вы понимаете, о чем? Кстати, я об этом думал и вполне можно. Да, но... Но, но... Вот этот переход, он должен пройти не так, как обычно, жестко, а он должен идти плавно для человека. Потому что психика человека уже нарушается в связи с несоответствием вибрации Земли. Она уже как бы отстает. То есть она в более в звенченном состоянии. Вот почему у людей сейчас потухшие глаза, символическое состояние. То есть человек не понимает, что происходит. Почему люди еще больше начали пить, да, то есть алкоголь. Почему во что-то вкладывают себя, только не в себя, я имею в виду положительной стороны. Они себя... Потому что они не понимают процесса многие люди. Вот, кстати, да. Люди неохотно вносят вклад в свое развитие. Мы в прошлом в нашем выпуске обсуждали этот момент. То, что так как внедрена программа, что все кому-то что-то должны. Вот почему так происходит. Ну, я имею в виду в плане развития. Люди не охотно... Потому что материальная нажива, которая 30 лет уже давляла над нами и даже больше, она перевернулась с мертоносным оружием. Потому что люди теряют человеческие внутренние ценности. то есть они не понимают друг друга. Понимаете? А в общении и ведении бизнеса и дела это достаточно очень сложно вести. Когда вы знаете, что этот человек вот такой вот, да, и он пришел и ушел, вы на это не реагируете. А когда вы видите, что человек старается, делает, да, то есть в работе что самое главное? Если брать с парку, ну, как бы, с парку руководитель и подчиненный, это одно. А если брать как его... Просто чисто человеческое отношение, это совсем другое. Представьте. И один видит другого мысли. Представьте, вот так вот на работе общаться, это же очень достаточно сложно. А по-другому никак. Вот. Поэтому сейчас энергия должна быть, конечно, больше у людей для того, чтобы они могли хотя бы безболезненно для своего сердца. Потому что те, кто, как правило, ведут бизнес, они все сердеченькие, потому что неправильно ведут себя в отношении к себе и к окружающему миру. Если человек обучается состоянии прозрачности, ему не безразлично, что у него происходит или у него, или у подчиненных. Он просто знает, что если он нарушит это состояние, значит, у него все рухнет. И еще есть, смотрите, да, еще есть. Если вы долго, например, в течение трех лет у вас что-то не получается, ну, так вот бывает, переформатируйтесь и уйдите. Достойно уйдите. И переформатируйтесь. Почему? Потому что именно это то, где вы, возможно, и нарушили. Понимаете? Здесь очень много подводных камней. Новые дела вести. Это настолько нужно быть подготовленным человеком. Потому что телепатически запустить вот этот механизм пространств, это очень большие мощи должны быть. Но мы обязательно об этом будем говорить, потому что наши программы, смотры, здравомыслящие, ищущие, действующие люди по усовершенствованию себя. То есть стремящиеся к развитию. Понимаете? И у таких людей, естественно, будет все получаться. Но нужно просто себя выстроить на это. Прежний человек сегодня ничего хорошего. Абсолютно.